На самом деле, жилой комплекс Жулебина парк не имеет никакого отношения ни к Жулебина, ни к парку. Если вы хотите реально очень близкую доступность, то это только уже в сданных корпусах. Какие-то звуки, скрежет гул, как будто бы мы в бункере в каком-то, вот-вот куда-то что-то взлетит или отключится, я не знаю, это вообще дикие звуки. Вручаю пик-медальку за благоустройство. Рому защемило, Рому защемило. Ну какие же пик-хитрюшки, а? Так, решила пригласить дольщиков в телеграм-канале Жулебина парк. Короче, удалили меня из чата. Всем привет, я Леся Грузинская, это проект о новостройках, авторские обзоры на тему недвижимости. И спасибо пик за неисчерпаемый источник жилых комплексов и наших обзоров. Сегодня мы приехали проверить жилой комплекс Жулебина парк. Вон он. Жилой комплекс Жулебина парк это объект от пик комфорт-класса из 13 корпусов, но спойлер, это не все корпуса, которые заявлены в проекте, только те, которые сейчас есть на генплане. И они высотой от 14 до 25 этажей переменной этажности. Минимальная площадь квартир это 19,8 квадратных метров и максимальная 78,2. На сегодняшний день минимальная стоимость примерно 5 миллионов рублей. Максимальная около 14 миллионов рублей. И есть уже сданные корпуса. Когда будет здесь сдан весь проект, пока непонятно, потому что часть только проектируется. Если вам не хотела какой-то информации или вы хотите следить за обновлениями, переходите вот здесь по подсказке в карточку объекта на нашем сайте новостроев.ру. По стандарту начнем рассказ того, как добраться до жилого комплекса Жулебина парк. И я сразу хочу сказать, ну какие же пик хитрюшки, а, назвать комплекс Жулебина парк. Жулебина это район Москвы, пусть и супер отдаленный, прям на МКАДе, частично даже вывалившийся за МКАД, но тем не менее район Москвы, Московская прописка и все дела. Парк, опять же в названии, очень круто, но на самом деле жилой комплекс Жулебина парк не имеет никакого отношения ни к Жулебину, ни к парку. Это вообще город Люберцы, у метро Котельники. Вот такая вот путаница, почему Жулебина парк? Наверное, потому что стоит перейти дорогу, и ты уже как бы в Жулебину. Мы сейчас с Романом топчем столичную землю в районе Жулебина, а ровно по другую сторону улицы Маршала Полубоярова, где жилой комплекс находится, уже город Люберцы. А вот там, где строится Оранж Парк, там город Котельники. Вот такой вот перекресток семи дорог практически. Но у меня есть отличные новости по транспортной доступности. Если вы пешеход, супер, вам повезло. Особенно если вы урвете квартиру в первых трех башнях или в первом большом квадрате корпусов, потому что вот выход из метро Котельники ближайший, а вот уже первые корпуса. Идти от силы там, не знаю, 3 минуты, 300 метров. В целом для водителей, ну тоже не неплохие новости. 2 километра до МКАД по Новорязанскому шоссе. Но единственное, что нужно учесть, да, что юго-восток, направление пробочное, особенно в часы пик, можно так встрять знатно. Это, кстати, касается все же и пешеходов тоже. Фиолетовая ветка метро для меня долгое время была просто фильмом ужасов и самой страшной страшилкой до того, как ее начали нормально развивать. Поэтому не знаю, как сейчас там дела, но опять же часы пик, она будет прям знатно стоять. Но все-таки зачет, я думаю, за транспортную доступность, а за название ай-ай-ай. В начале я сказала, что корпусов 13, хотя если считать по домам, то получится 15. 11 башен на одну секцию и 4 дома, которые представляют собой два больших квадрата с закрытыми дворами. Вокруг пока еще остатки нежилых помещений абсолютно разного назначения. Есть и коммерческие, есть и склады какие-то. Вот тут, например, склад дверей оптомы в розницу. И я думала, что это будет выглядеть жутковато. Частенько мы такое видели, когда пик строят в промзоне в какой-то. Насколько я знаю, когда-то здесь, по-моему, была военная часть. Но интересно, что настолько все плохо, как я представляла, глядя на картинку. Потому что та часть промки, которая отделяет от Набризанского шоссе, она наоборот делает доброе дело. Она каким-то образом все-таки скрадывает шум. Я слышу шоссе, но не так сильно. И если учесть, что она там малоэтажная, то в целом видно ее только с уровня земли или первых нескольких этажей. А дальше у вас будет такой, ну, практически панорамный вид на соседей Белые Росы и Оранж Парк. А вот эта часть вообще, не знаю, касается дверей или нет, но та, которая выходит на маршала Полубоярова, уже выкуплена пиком, я знаю. И здесь будет еще как минимум три башни. То есть проект будет развиваться. Возможно, еще с каких-то других сторон потом появятся корпуса, поэтому сколько их будет всего, непонятно. Но в целом я не против, потому что вот с этой стороны как раз вот эти двери, ну, такое, так себе соседство. Ну, вот, кстати, уже корпуса некоторые сданы. Мы сегодня зайдем внутрь, посмотрим. Не знаю, есть ли смысл, потому что Рома каждый раз забывает, в какой ЖК мы приехали, потому что они все абсолютно одинаковые. Первая башня была сдана в марте. Вторая, третья, шестая и седьмая сейчас передают ключи. Два больших квадратных блока, которые состоят из многосекционных корпусов, это 4.1, 4.2. Он будет сдан уже осенью этого года, в сентябре. Максимальная готовность. Вот ребята там доделывают крышу на входных группах. Наверняка там ведется какая-то уже отделка в квартирах. Я вижу где-то окна открыты. Но дома выглядят максимально готовыми. Так пока нет причин там сомневаться, что ключи не выдадут. И интересно, что следующий блок 5.1.5.2 будет сдан в апреле 2022 года. Год! Ребята, им остался еще целый год. Посмотрите, они уже подбазведены под крышу. Они на такой же статии готовности, как четвертый корпус. Я не знаю, что можно делать целый год, понятия не имею. Но может быть сдадут раньше, может быть там отделку буду дольше делать. Отсюда не видно, но дальше по генплану башни 10 и 11, они должны будут сданы еще через год, быть в 2023 году. И две башни, на которых пока даже нет номеров. Но логично предположить, что это будет 12 и 13. Соответственно, сроков на них тоже нет. И вот здесь, где-то вот за этой уродливой стеной, предположительно, будут потом еще несколько корпусов. Но они даже пока на генплане не нарисованы. Ох, давненько я не была во входных группах от Кик, даже соскучилась немножко. Мы сейчас в башне. И здесь небольшая, конечно, такая входная группа по сравнению с тем, что мы видели. Куда-то ведет такой прикольный аппендикс. А, он ведет на лестнице. Я думала, что здесь может быть колясочная, но нет, здесь лестница за отдельным доступом с карточкой. И, правда, она открыта. В целом, наверное, можно здесь поставить коляску, если вы доверяете своим соседям. А так, стандартная плитка на полу. Стандартные цвета плитки. Белая, черная и оранжевая на стенах. Но здесь она довольно хорошо выполнена. У меня так, на первый взгляд, даже нет никаких претензий. Четыре лифта на башню. Судя по табличке, на одну башню 288 квартир. Так много людей. Туда-сюда, туда-сюда. Вообще ни секунду не прекращается. Мы стараемся никому не мешать, но здесь реально каждую секунду люди заходят-выходят, заходят-выходят, лифты ездят. В общем, 288 квартир на башню в 25 этажей, по 12 квартир на этаже. И это, конечно, ну прям приличненько. Это, представляете, в одной башне 300 квартир, 12 квартир на этаже. Но лифта 4, судя по тому, что сюда ездили, 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 по-моему, они сейчас работают все. И лифты здесь отис. Пойдем проверим. Все спрятали. Где там? А, да. Вот там я вижу значок «Реджен». Это одна из линеек офисовских лифтов. Рома защемила, Рома защемила. Поехали на этаж съездим. Мы забрались на последний этаж, чтобы выйти на балкончик, на общий, на этаже, поснимать сверху панорамку. И вечно забываем, что у Пика нет этих паранорамных балкончиков. И да, я говорю «Пика», а не «Пика», как мне предъявляют в комментариях. Очень не люблю последний этаж у Пика. Он какой-то очень похож на техническое помещение. Здесь дико всегда некомфортно. Какие-то звуки скрежет, гул. Как будто бы мы в бункере в каком-то. Вот-вот куда-то что-то взлетит или отключится. Я не знаю, это вообще дикие звуки. Я видела ролики в интернете, что вроде уже даже подключены вот эти домофоны на этаже. Посмотрим, какой-нибудь другой этаж ради интереса. Но нам попался открытый. Я говорила, что 12 квартир на этаже, они в два разных крыла. Мы сейчас пошли направо от лифтов, и было еще налево. Здесь вот 6 квартир в таком крыле, а 6, соответственно, в следующем. Дико низкий потолок. Я прям хочу спуститься на какой-то этаж пониже и проверить, потому что у меня ощущение, что сейчас потолок мне просто на голову упадет. Вот этот странный гул самолетный. И мне почему-то кажется, что здесь уже теснее и темнее, чем обычно мы видели в коридорах пика. Это очень странно. Посмотрим, как выглядит этаж другой, не последний. Тоже открытая, кстати, дверь попалась. Да точно так же он и выглядит. Блин, а что так низко-то? Наверное, коммуникации проходят какие-то здесь по этажам, потому что я не верю, что в квартирах может быть так низко. Я тут даже не стараюсь особо достануть до потолка. Но сегодня мы не проверим квартиры, потому что вообще какая-то странная история. Нам написали дольщики жилого комплекса «Желебино парк». Снимите, пожалуйста, сюжет, потому что нам начали выдавать ключи. И как раз, по-моему, про первый корпус речь шла. И так как здесь все квартиры сдаются с отделкой, у вас нет выбора, с отделкой или без, самим делать ремонт или нет, только от пик отделка будет. И люди в первую очередь сначала начали принимать, потому что на первый взгляд там все казалось нормальным. А потом, когда где-то начали отходить обои или что-то, они там начали, видимо, менять плинтус, передвигать мебель, в общем, обнаружили плесень под обоями, протечки у кого-то, у кого-то под плинтусом плесень. Естественно, потом уже это очень сложно доказать, что это нарушение пик, потому что вы приняли в квартиру, это ваша проблема. И нам дольщики сказали, мы покажем вам квартиры в ролике, только приезжайте к нам. Мы сказали, окей, мы приедем, начали договариваться о съемке, а дольщики пропали. И потом я уже пыталась выйти на связь с другими дольщиками, чтобы кто-то мне показал квартиры, а никто не вышел. Это очень странно, в общем, никто не захотел нам показывать квартиру. Я начала смотреть ролики, которые есть на ютубе у других каналов, и там, ну, стандартная ситуация. Если вам повезет, то у вас только могут быть, например, окалины царапины на окнах, чуть кривые стены, или иногда не чуть кривые, и пустоты под плиткой. Это то, что обязательно нужно проверить, практически во всех квартирах есть. Вот если не повезет, то может быть что-то типа плесени, протечек, совсем кривых стен, там какой-нибудь отколотой сантехники и так далее. Поэтому повезет, не повезет, но я очень советую брать профессионального приемщика на приемку ПИК, потому что сначала может казаться, что все классно. Пусть профессионал лучше проверит своим опытным взглядом и правильными инструментами. Я хотела найти информацию про управляющую компанию Тарифа, а нашла прям вот такую распечатку. Это результаты первого ОСС, которая проводилась с 12 января по 23 февраля. Это конкретно корпус третьей башни, и здесь прям по каждому вопросу написано, как голосовали. Вот, например, за управляющий ПИК Комфорт проголосовало 74%, это 6 тысяч квадратных метров жилья из этого корпуса. И за тариф 41 рубль за квадратный метр проголосовало 60%. Но здесь еще плюс где-то было 8 рублей с квадратного метра за безопасность. Возможно, еще какие-то есть дополнительные, но это без учетов счетчиков. И еще из важного за вывоз строительного мусора, хотя квартиры с отделкой, тем не менее. Здесь тоже объявлены тарифы 5,5 рублей с квадратного метра с отделкой и 9,3 без отделки, хотя все помещения с отделкой. В общем, не знаю, насколько это, конечно, правдоподобно, потому что все так сильно жалуются всегда на ПИК Комфорт, все говорят, что это ПИК Дискомфорт, а тут как будто бы 75% взяли и проголосовали за ПИК Комфорт управляющей компанией. Но я, если честно, не сомневалась, я не видела еще ни одного объекта ПИК, где было бы не ПИК Комфорт. Но надо им отдать должное. Вот мы сегодня проходили и видели, что прям человек 10 убирали территорию ребят возле первого корпуса, поэтому пока сложно сказать, насколько они там хорошо или плохо работают. Я слышала, что в объектах ПИК можно установить только интернет от компании Ловит. Я вообще такую не слышала ни разу. И говорят, что это какая-то дочерняя структура самого ПИК. И якобы они проводили трубы для кабелей, для оптоволокна, и поэтому никому больше туда не позволят зайти. В общем, интернет только от одной компании. Хочу, кстати, похвалить ПИК за систему безопасности. Не знаю, вообще они везде наладили или конкретно Желебино парк повезло, но я помню, что мы, когда раньше приезжали в объекты ПИК, там первые полгода, а то и год, они забывали закрывать замки. Во дворы можно было зайти спокойно, подъезды все были настиж. Или один и тот же кот ко всем подъездам подходил. Сейчас первый, второй, третий корпус, которые уже прям активно заселяются, там закрыты напрочь все дворы и все подъезды. Нам пришлось заходить с кем-то из жильцов. Вот здесь как раз в седьмом корпусе я дернула ручку, она открывается, я подумала, ага, значит, тот, который только сейчас передает ключи, все-таки открыт. Зашла и уперлась в охранника, который на меня так злобно посмотрел, что я даже решила Рому внутрь не звать. В общем, охрана сидит в корпусах, которые передают ключи, там, где сданы, закрыты все двери. Ну, вот на этажах только еще пока не везде домофоны закрыты, хотя мне кажется, это уже не принципиально. И камеры я вижу на боках везде есть, хотя не знаю, куда они там пишут, не пишут. Вручаю пик-медальку за благоустройство. Обычно мне нравится, правда, как они делают благоустройство в комплексах, за редким исключением, чаще да, чем нет. И здесь мне нравится. Я вот обычно переживаю всегда за корпуса башни, потому что когда это большой квадратный двор между двумя корпусами, понятно, что много пространства, много чего можно разместить. А вот у башен обычно вопрос. Но здесь два двора, получается, у первых трех корпусов. Отдельно есть у первого, а мы сейчас в том дворе, который между корпусом 2 и 3. И мне нравится, что здесь выбрали как раз свой эко-стиль. Здесь большая такая зона для взрослых, много лавочек. Вот там два стола для пинг-понга, лавочки, чтобы почитать. Мне очень нравятся, кстати, вон те столы такие, а-ля для пикника. Я надеюсь, что здесь будет все-таки приличный контингент. Не будут устраивать алка-пати за этими столами, потому что в целом могли бы. Но двор закрыт, и здесь только ваши соседи будут. Я думаю, что вы как-нибудь договоритесь. Но вот выйти перекусить, например, на обед здесь, или устроить там мини-пупикничок, или с компьютером поработать, это очень прикольно. Здесь небольшая, правда, зона для детей конкретно в этом дворе. Вот здесь какие-то лазалки, качеля, горка. Песочница довольно большая, прикольная. Хотя, не знаю, вот если запустить сюда ребенка, одобрит он или нет кулички, где строить. Только вот на этих маленьких, получается, деревяшечках. Надо какие-то пространства для куличей. Мы решили прогуляться до следующего блока башен 6 и 7, которые уже сданы. Но что очень важно, комплекс в целом позиционируется, Жулебино парк, 300 метров от метро Котельники. Но давайте будем честными, 300 метров это от первых корпусов. 1, 2, 3. Там реально 2 минуты ты возле метро. Мы сейчас дошли как бы до конца Жулебино парк, и уже километр до метро. И каждый раз уже мимо всех вот этих, мимо 5-го блока, 4-го блока, 3, 2, 1 нужно пройти, чтобы дойти до метро. Но это уже приличненько. Не сказать, что прям супер далеко. Но все же, первые корпуса сейчас, наверное, там уже остатки совсем квартир. В каком-то из них я видела, вообще одна только продается. Если вы хотите реально очень близкую доступность, то это только уже в сданных корпусах. А от этих блоков уже подальше. Ну, правда, корпуса, которые потом будут появляться, например, 10, 11, 12, 13, они ближе к метро, потому что они тупо с другой стороны расположены. Но они ближе к Новоризанскому шоссе, и там, я уверена, будет громче. А у этого блока мне дико нравится тишина. Ну, и двор здесь в целом такой же, как мы видели в первом блоке. Тоже такой эко-стайл. Вот это, мне кажется, сейчас пока мое любимое место в жилом комплексе Жулебино парк, потому что я обожаю пустынные улицы, по которым можно прям ходить, и тебя не собьет машина, потому что дорогу практически в никуда. Улица Летчика Ларюшина – это сейчас единственный заезд в жилой комплекс, ну, со стороны как раз Новоризанского шоссе. И вдоль нее, от начала жилого комплекса до тупика, который пока реально ведет в никуда, люди как раз паркуются. Сейчас будний день, середина дня, прилично машина мест, но я вот не знаю, как здесь по вечерам, если учесть, что сейчас только-только начинают заселяться корпуса. Я думаю, что будет трабл с паркингом, если учесть, что он есть практически во всех комплексах Пика, а здесь еще и нет подземного паркинга. Я думаю, что все будет прям, ну, очень напряженно. Хотя сейчас прикольно. Мне нравится сама эта улица, но мне не нравится вот эта стена дико. Вот здесь, конечно, соседство с нежилой, там, с промышленной зоной, оно уродское. Ну, потому что, посмотрите, это забор просто абсолютно, во-первых, аляпистый из разных материалов, во-вторых, полуразваленный. Но вот там, судя по генплану, будет многоуровневый паркинг на 1272 машиноместа, который начнут строить в четвертом квартале этого года. И я думаю, что как раз вот к нему туда и пойдет эта дорога дальше, будет, наверное, посимпатичнее. Не знаю, правда, вот с этим забором будут что-то делать или нет. И на паркинг строительство почему-то взяли три года. В 2024 году его хотят сдать. Чего там строить три года, я не знаю. Ну, на всякий случай, скорее всего, просто, чтобы растянуть это строительство как можно дольше, в надежде на то, что его будут там больше покупать или что-то в этом роде. Ну, в общем, никто не любит никогда строить инфраструктуру, поэтому надежда пока только на места вокруг корпусов. Подготовка к ролику Жулебино Парк вообще была для меня каким-то удивительным приключением. Я уже рассказала о том, что, да, сначала дольщики обратились сами, а потом решили, что они не будут появляться. Никто так и не захотел показать квартиру. Я решила пригласить дольщиков в телеграм-канале Жулебино Парк и вообще собрать информацию, как я обычно делаю. Захожу, в общем, в чат, сразу кто-то видит, что добавилась Олеся Грузинская, пишет, что ух ты, скоро будет сюжет. Я составляю сообщение о том, что, уважаемые дольщики, собираю информацию, расскажите, пожалуйста, уже с чем успели столкнуться, какие плюсы успели на себе ощутить, если заселились в Жулебино Парк, и какие минусы. Может быть, кто-то хочет показать отделку. Короче, удалили меня из чата, заблокировали мне доступ в этот чат. Я теперь не могу даже зайти и почитать, о чем они общаются в Телеграме. Мне написал в Инстаграм один из дольщиков, что я видел ваше сообщение в Телеграме, но в Телеграме, в чате сидят сотрудники ПИК, и все проходит очень большую цензуру. Вся информация, возможно, поэтому вас оттуда удалили. Можете написать в группу Инстаграм. Там у нас настоящие дольщики, они точно всю информацию публикуют, и, возможно, вам помогут. Я оттуда написала, мы сообщение прочитали и не ответили. И мне, знаете, как-то очень неприятненько и обидненько, что иногда дольщики нам сами пишут, пожалуйста, приедьте, снимите, расскажите, а иногда, вот видите, нас совсем не ждут. Поэтому вот такие у вас соседи будут в Желебино парк, которые не любят журналистов, но, видимо, очень любят свой ЖК и побоялись, что мы что-то плохое расскажем. Хотя мы всегда рассказываем все как есть. Тем более, ну, Желебино парк, мне кажется, далеко не самый худший проект. И ПИК из тех, что я видела. Я просто хотела реально убедиться, насколько большой процент людей с отделкой, которым там досталась плесень и так далее. Не поняла. Смотрела видео в Ютубе и поняла, что там как повезет, не повезет. Поэтому сегодня о квартирах мы разговариваем на улице, но планировки в целом стандартные. Мне нравятся у ПИК планировки, особенно те, когда в больших комнатах есть по два угловых окна. Это очень прикольно, это очень много света. Чуть проблематичнее расставлять, конечно, мебель, но прикольно. Мне не очень нравится, что самая большая квартира это 78 метров. Мне кажется, если заезжать большой семьей, это все-таки маленькая площадь. Хотелось бы метров 90, например, чтобы у них было. И я впервые, кстати, обратила внимание, что у ПИК в студиях, которые 20-метровые, не ванна, а поддон. Ну, как бы подразумевается под душевую кабину или что-то в этом роде, но это выглядит как будто бы санузел в общежитии. Просто малюхонький такой поддончик. И вот эти 20 квадратных метров за 5 миллионов рублей, ну, такое, конечно. Ну, и вообще, я не знаю, насколько адекватен ценник, там, около 180 тысяч за квадратный метр, но по большому счету конкуренции, конечно, здесь нет. Между ПИК и ПИК нужно выбирать, между Желебино парк и Оранж парк, потому что вблизи подобных проектов, масштабных благоустройств, инфраструктуры нет. Район этот, конечно, у меня никогда не вызывал восторга, ну, потому что это больше такая что-то индустриально-новостроечное и при этом уродливо-неновостроечное. Ну, в общем, что хочется сказать, что зачет будет за коммерцию в любом случае, потому что у ПИК на первых этажах коммерческие помещения, значит, там откроется все, что нужно, всякие магазинчики, пекарни, это у вас все будет в доступе, ну, причем довольно быстро открывается. У метро есть, вот, опять же, и Москальян, и Бургер Кинг, и супермаркет какой-то. Оранж парк, насколько я помню, как раз вот в этой стилобатной части, которая выходит к метро, тоже какой-то торговый центр даже задумывал. И здесь недалеко есть аутлет, например, Белая дача, можно доехать до больших гипермаркетов, которые буквально там в нескольких километрах за 10 минут на машине можно доехать. Не каждый день, конечно, ты туда поедешь, но, например, раз в неделю закупиться продуктами есть где. В целом, то есть такая насыщенность и развлечений, и самое важное, там, магазинов и каких-то первой необходимости вещей типа там салонов красоты, это все будет. Но вот социалка под большим-большим вопросом, потому что, вспоминая начало ролика, да, мы говорили о том, что это все-таки Люберцы, это не Москва, а большинство социалки, например, несколько школ находятся вот на нашей стороне, в Москве, в районе Жулебино. И я вроде как слышала о том, что идут навстречу, да, по месту расположения, а не по прописке, но не уверена, если мест будет катастрофически не хватать, то, конечно, в первую очередь пойдут те, кто живут в Москве, в Жулебино, а не Люберецкие. И вам придется ждать, скорее всего, школу, которую построит пик, потому что школы в ближайшем доступе в Люберцах нет. Есть несколько детских садов, но большинство из них, правда, частные, поэтому если у вас ребенок, или вы планируете ребенка, там, школьного или садичного возраста, то подумайте 10 раз и проверьте, пустят ли у вас соседние школы, потому что пик, ну, не то чтобы супер торопится сдавать свою социалку. В проекте заявлена довольно масштабная социальная инфраструктура, два детских сада, школа, взрослая поликлиника, детская поликлиника, но, правда, по срокам у меня, как всегда, такие сомнения, потому что, например, первый детский садик, вот здесь как раз между блоком четвертых корпусов и третьим, вот здесь за забором, в общем, на генплане нарисован детский сад. И изначально, когда только покупали здесь квартиры, срок сдачи этого детского сада был указан в 2021 году, ну, то есть, как бы, ну, первые корпуса сданы, вот вам, пожалуйста, садик. Потом на какое-то время информация про сдачу пропала вообще с сайта, дольщики следили за этим, я видела переписки на форумах, а сейчас, когда я уже готовилась к сюжету, увидела новую информацию, сейчас заявлено, что в этом году только начнут строить этот детский сад, а сдан он будет в 2023 году. Еще один детский сад начнут строить в следующем, в 2022 году, но сдан он тоже почему-то будет в 2023. Не знаю, с разницей в год начнут, но почему-то сдадут одновременно. В последнее время пик с социалкой, конечно, меня только огорчает. Пойдем попробуем найти хотя бы площадку под школу, как она выглядит. Зато, кстати, уже, смотрите, коммерция во все открывается. Продукты плюс строймак, два в одном. Можно купить палку колбасы и дрель. Хотела хотя бы одним глазочком увидеть строительную площадку школы, потому что ее должны начать строить в этом году, правда, в конце года. Но я все равно хотела посмотреть, очистили ли все ли в порядке. Но, к сожалению, она находится там за восьмым корпусом, а даже восьмой корпус пока отгораживает забор, поэтому школу мы сегодня не увидим. Ее должны сдать в 2024 году, пока, мне кажется, сроки вполне себе реалистичными. Хотя, опять же, посмотрим, как будет на самом деле. И две поликлиники, которые заявлены, они находятся в стеллобатных частях, которые соединяют одна 10-й и 11-й корпус и другая 12-й и 13-й. Одна из них должна быть сдана в 2023 году, другая в 2024 году. Ну вот там, опять же, не знаю, насколько кому они дойдут это городу или это будет платная какая-то поликлиника. Мне кажется, что могут сдать сам вот этот стеллобат и подзадержать поликлинику, если там не договорятся с городом. Посмотрим. Это все будет потом когда-нибудь в ожидании реальности. Ну что, время итогов для Желебина Парк и главный итог сегодняшней съемки. Я замерзла. Я очень не ожидала, что будет так холодно. У меня отваливаются руки, поэтому они все время в карманах. Не потому что я наглая, а только дико холодно. А у Ромы не срабатывают руки, чтобы включить камеру тоже с дубеля. Но если возвращаться к жилому комплексу. Если честно, я обрадовалась жилому комплексу Желебина Парк, потому что я представляла себе все гораздо хуже. Во-первых, мне не понравился Оранж Парк, на котором мы делали обзор. Шумно. Там какой-то рынок возле метро. Расположение какое-то не супер удачное. Ближайшие корпуса дико шумные. А здесь я увидела еще промзону, которая вокруг. Я подумала, это какой-то кошмар будет. А в итоге я приезжаю. Промка, конечно, есть. Но часть, мы знаем, уже будет застроена жилыми корпусами. Часть, которая отгоразивает от Новорязанского шоссе. Спасибо, что она есть. Потому что, наверное, самый большой плюс, который мне понравился. Тихо внутри дворов. Очень тихо. И как-то вот сейчас пока еще нет огромного количества людей. Они заехали туда, вот в эти два больших блока муравейника. Огромное количество народу. Там так прикольно. Особенно вот в этих дальних башнях, которые подальше от метро. Мне очень понравилось, что тихо, уютненько. Прям захотелось там погулять, когда будет потеплее. Это прям круто. Я ставлю зачет за благоустройство в этом комплексе. Не знаю пока еще, что будет в больших дворах. Но подозреваю, что если в маленьких прикольно сделали, то в больших тоже все будет хорошо. Мне, ну, внешний вид сложно оценивать. Как бы пик и пик. Если нравится, то вам здесь все объекты понравятся. Если не нравится, то все не понравятся. Я бы под знаком вопроса поставила бы парковки. Непонятно. Потому что нет подземных. Те, что сейчас есть плоскостные, вокруг наполовину пустые. Но как бы и комплекс еще вообще ни разу не заселен. Поэтому, мне кажется, нужно будет подождать чуть попозже. Посмотреть. Кстати, в ролике забыла сказать, что есть кладовые помещения на подземном уровне. Нет паркинга, но есть кладовки. Хотя цена, ну, такое. Там что-то 630 тысяч, по-моему, за 7-метровую кладовку. Ну, я не знаю, дорого, недорого. Напишите, пожалуйста, какие цены в вашем жилом комплексе, например. А я бы еще под спорный момент поставила бы инфраструктуру. Потому что заявлена-то классная инфраструктура. Но будут ли ее сдавать вовремя знак вопроса. И для первых корпусов как бы нет ни детского садика, ни школы. И вот огромный минус уже, что комплекс как бы называется Жулебино-парк, но не относится к Жулебино. И, соответственно, московская инфраструктура, детские сады и школы, скорее всего, вне вашего доступа. Зато метро в вашем доступе это плюс. Довольно неплохая транспортная доступность. Поэтому, я даже не знаю, прям сильный-сильный минус. Это вот то, что вы все-таки Подмосковье, а не Москва будете. И, наверное, что с отделкой. Только с отделкой квартиры, а там с отделкой как повезет, не повезет. И если вдруг вам не повезет, и у вас окажется плесень, огромное количество окалин, перекладывать паркет. Короче, придется либо очень сильно трясти из застройщика деньги, либо переделывать за свой счет. Я считаю, что это все-таки минус. А так, вполне себе такой ровненький продукт, скажем так, от Пик. В общем, пишите, пожалуйста, как вам этот обзор, как вам этот объект, какие для вас у него плюсы и минусы. И лайк, подписка на канал, комментарий, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока, Рома, пошли греться!